Всем привет, друзья, с вами Гриф, и в этом видео я расскажу вам, как я играю снайпером на карте Акраина. Да, это уже второе видео по этой карте, и здесь я покажу вам некоторые позиции, тактики и прострелы, которые помогают мне побеждать. Я надеюсь, что вы узнаете и подчеркнете для себя что-то новое. Собственно, только ради этого я и продолжаю эту рубрику по тактикам на самых популярных картах в игре Верфейс. А начнем мы с защиты единицы, и первым делом я пробегаю к проходному контейнеру и сразу же пытаюсь поймать возможный раш на единицу. Отсюда это делать очень удобно, главное не стоять на месте и постоянно двигаться, чтобы попасть в меня было очень сложно. Ну а тем временем врагов, которые будут пытаться зайти к проходному, отстреливать очень легко. На этот раз я решил отыграть на окраине с такой ныне популярной болтовкой, как Штайр Скаут, и в качестве дополнительного оружия взял пистолет Вальтер П-99. Кстати, можете предлагать в комментариях сет оружия для следующих видео по тактикам. А теперь защита точки 2. Добежав до плента, я первым делом смотрю прострел на первый этаж, тем более если против нас играют несколько медиков, и до этого они уже пытались его занимать, повторение исключать не стоит. Потусовавшись возле фургона, я пытаюсь чекать выход с длины и конечно же комнату, ну а далее если все более-менее тихо и спокойно, я чекаю длину, а затем возвращаюсь на плент и смотрю уже другую сторону. Что интересно, выход с длины можно чекать запрыгнув на коробку у фургона, при этом у вас будет видна одна голова, и это для вас будет только плюсом, потому что вы видите противника в полный рост. И кстати, если враг уже пробежал по трубам и вот-вот залезет на второй этаж, можно попробовать пострелять в прыжке со Скаут, и это сделать гораздо проще, благодаря тому, что во время прыжка отклонение прицела минимальное в сравнении с другими болтовками. Ну а с этой же крыши очень неплохо встречать и выход с длины. А после того, как мне удается отбить второй этаж, я пробегаю по трубам, чтобы обойти врагов, которые могут находиться на единице или на своей респе. А теперь несколько прострелов за сторону защиты, и вот первый из них. Если вас убивали таким образом, выглядело это очень подозрительно, но прострел довольно-таки простой. Вот еще один прострел, которым я пользуюсь очень часто. Обзор здесь несколько больше, что позволяет стрелять увереннее, но и противнику вас убить довольно-таки легко. Это все, конечно, хорошо, но куда проще просто выйти и убить пробегающего врага. Вот и настало время рассказать вам, как я обычно занимаю второй этаж на двойке. После подсадки я не сразу прохожу вперед, а останавливаюсь, чтобы поймать противника, который появится в окне. Бывает, удается подстрелить врага сразу, как только он перепрыгнет с крыши. Потом прохожу дальше, заодно прокинув позицию наверху. Если в этот момент мои тиммейты уже находятся на планту и ставят бомбу, я могу перелезть опять на ту же крышу и уже с нее отстреливать выход с рельсов и даже респу врага. Ну а теперь парочка интересных прострелов за сторону атаки. Быстро пробежав к единице, можно попробовать подловить кого-нибудь на трубах в попытке занять второй этаж. Или, к примеру, при атаке по рельсам, залезть под вагон и попытаться прострелить через него. Если вам правда понравилось это видео, поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. А победителем в мини-конкурсе с прошлого видео становится канал Хамстер, с чем я тебя и поздравляю. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.